Здравствуйте! С вами программа День города и я Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Салюта не будет. Подробности празднования Дня города рассказали в администрации. Во имя безопасности сотрудники ГИБДД продолжают воспитывать в школьниках ответственность. Бой с Пересветом. Рязанские футболисты провели матч на Кубок России. Дата празднования Дня города утверждена. Он состоится 17 сентября в субботу. Торжество пройдет сразу на четырех разных площадках. Напомню, ранее День города был запланирован на 27 августа, однако его перенесли. Причиной стали лесные пожары. Теперь, когда огонь ликвидирован, можно поговорить и о торжестве. Праздник продолжения Дня города стартует 17 августа в 12.00 сразу на четырех площадках. Самая крупная из них на Лыбецком бульваре. Детская азбука Рязани представит 27 двухметровых букв алфавита, рассказывающих о городе. Например, буква В поведает о ВДВ. К – о Касапузе. Будет и маленькая Ака, где можно ловить рыбу. Будут бумажные домики, из которых дети легко соберут улицы. А из улиц – целый город. По другую сторону Лыбецкого бульвара рязанцев будут ждать на гастрономическом фестивале. Также с 12.00. В течение всего дня у нас также будут на территории города проходить пешеходные экскурсии. На сайте и в соцсетях Управления культуры размещена подробная инструкция, как можно записаться на эту экскурсию. Записаться можно онлайн. Этот формат очень востребован и интересен и рязанцам, и туристам, которые к нам приезжают. Поэтому вот такая программа разговоров с городом. Поэтому жителей и гостей города приглашаем поговорить с городом на разные темы. Новую дату дня города выбрали не случайно. 17.00 сентября – Всемирный день разговоров с городом. Поэтому пешей экскурсии как раз и призванный этот диалог между жителями и Рязанью исторической выстроить. Туристов же для первого знакомства с городом приглашают в Кремлевский сквер. Молодежи наверняка будет интересна площадка у хлебозавода. Там свои работы представят скульпторы, художники и фотографы. Главной концертной площадкой станет опять же Лыбецкий бульвар. В 18.30 там стартует большой галоконцерт с участием рязанских артистов, кавер-групп рязанских. Поэтому приглашаем всех попеть, потанцевать и завершит праздничную программу выступления Тины Кузнецовой. Говорят, что погода рязанцев и гостей города тоже побалует. 18 градусов без дождя обещают в администрации. На всех площадках Лыбецком бульваре, ЦКПИО, Лесопарк и Кремлевский сквер. Полную программу мероприятий можно найти на сайте администрации города. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Одна из приоритетных задач ГИБДД – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По статистике Госавтоинспекции такие аварии заканчиваются трагически. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области вместе со школьниками проводят необычную акцию. Наносят краской из баллончика, предупреждающей надписи. Надпись «Сними наушники и капюшон» обращена к пешеходам. Нанесли ее прямо перед переходом, чтобы и детям, и родителям она бросалась в глаза. Ничего нового она, конечно, не расскажет, скорее напомнит основные правила дорожного движения. Этакая шпаргалка. Отсюда, кстати, название акции и родилось. С начала нового учебного года у нас по городу была запущена акция «Шпаргалка на дороге». Такое вот интересное, немножечко с юмором название у этой акции, когда либо родители, либо педагоги, либо сами дети наносят определенную дорожную разметку, как мы называем, шпаргалка для пешеходов, чтобы не забывать о соблюдении требований правил дорожного движения на пешеходных переходах. По замыслу такие элементарные напоминания, как «Сними наушники» или «Возьми ребенка за руку» помогают лучше ориентироваться на дорогах. Задача – за время акции охватить все центральные улицы и наиболее опасные участки. Пока что все идет по плану. Трафареты с напоминаниями прикочевали в 58-ю школу. Здесь есть свой отряд юных инспекторов дорожного движения. Сегодня это их важная миссия. Конечно, это важно, потому что так мы предупредим людей, чтобы не было каких-то аварий. Такие шпаргалки ребята оставили у двух пешеходных переходов на интернациональный, близ 58-й школы. Один переход регулируемый, другой нет. Как раз для того, чтобы задумчивый взгляд ребенка остановился на буквах и школьник вспомнил основные правила, ребята из ЮИД и трудятся. В отряде 20 человек, преимущественно семиклассники. Однако и в таком составе юидовцы много чего уже умеют. Это далеко не первая наша акция в поддержку правил дорожного движения школы, так как отряд ЮИД функционирует уже пару лет, и мы занимаемся пропагандой дорожного движения. Мы проводим каждый год несколько гид-бригад среди начальной школы. Мы уже с ребятами первых-вторых классов составляли безопасный маршрут в школу-дом-школа. И провели несколько собраний для того, чтобы спланировать наши дальнейшие мероприятия. Четыре надписи на двух переходах, по одной с каждой стороны. Теперь трафареты передадут дальше, в следующее учебное заведение. Акцию шпаргалки на дорогах госавтоинспекция начала проводить еще в конце августа. Почти за месяц охватили центральные улицы города. В планах – самые опасные участки рядом со школами. Что главное – силами детей и родителей, чтобы основные правила знали и помнили пешеходы всех возрастов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новолетие – это день, посвященный наступлению Нового года или Нового лета, который празднуется 1 сентября по старому стилю и 14 сентября по новому. Дата считается первым днем церковного года. В этот день православные христиане обращаются к Богу с просьбой о даровании благословения в начавшемся году. Новолетие стало православным праздником в конце X века, после крещения Руси. Первоначально гражданский календарь начинался 1 марта, а церковный календарь – 1 сентября. Но с 1492 года на Руси установилось единое начало Нового года – 1 сентября. Этот день отмечался развлечениями и всеобщим весельем. На площади устанавливался специальный помост, с которого великий князь и митрополит возвещали народу об окончании Старого года. Митрополит окроплял князя и стоящих вокруг людей священной водой, а народ громко кричал «Великому государю нашему и его детям многое лето». Все поздравляли друг друга и желали долгой счастливой жизни. В 1700 году Петр I ввел новый гражданский календарь, в соответствии с которым годы отсчитывались от Рождества Христова, а Новый год начинался с 1 января. После этого указа торжественный молебен с участием царя и патриарха служить прекратили, но новолетие продолжало оставаться церковным праздником. В последующие годы, включая советский период, когда был принят новый календарь, Русская Православная Церковь продолжала по традиции именно в этот день просить Бога о благословении нового лета. Церковное новолетие в России в 2022 году начинается с 14 сентября. Первым праздником нового церковного года является Рождество Пресвятой Богородицы. Его отмечают 21 сентября. Последний праздник, который завершает церковный год – Успение Пресвятой Богородицы. Он проходит 28 августа. В этом году «Научный мир» празднует 165 лет со дня рождения Константина Циолковского. В Рязани на родине ученого к празднику открыли выставку. Готовились к ней целый год. С древних времен жители Земли искали ответ на вопросы. Как устроена наша планета? Всматривались в небо над головой. Что там за голубым куполом, усеянным искорками звезд? Мечта оторваться от Земли, мечта о полете, желание парить в воздухе, подобно птице, много веков не оставляли человека и находили отражение в античных мифах, легендах и преданиях. Люди разгадывали небесные письмена, приписывая зодиакальным созвездием влияние на земные события, придавая им метафизические свойства. Со временем появились попытки обуздать небо. Поначалу сделать крылья и, подражая движениям птиц, подняться вверх. Затем воздушные шары, дирижабли, аэропланы, самолеты и, наконец, космические корабли. Этот путь человечеству прошло меньше, чем за столетия. Художники не могли оставаться пассивными наблюдателями этапов освоения неба и космоса. Греческие мифы, триумфы и поражения, романтика и героизм – все это нашло отражение в творчестве. Отдельно хочется рассказать о коллекции Владимира Беликова, который предоставляет нам не первый раз свои работы. И вот он предоставил снова графику. И мы ему выделили целый зал. Но там такие, знаете, в основном фантазии, конечно, на тему космоса. Правда, есть и портреты, и портрет Гагарина, портрет Терешкова. В этом зале гравюры 16-20 веков из коллекции Владимира Гурьевича Беликова. Он доктор технических наук, академик. Участник работ по реализации программ создания авиационных и ракетно-космических систем. Автор двухсот научных трудов и четырех монографий и коллекционер. В его коллекции более 15 тысяч произведений печатной графики, некоторые из которых можно увидеть на экспозиции в Рязанском музее. В соседнем зале не менее интересные экспонаты. Здесь вы можете увидеть и портрет Солковского, какие-то интерьеры, его кабинеты, его мастерской. Еще здесь можно увидеть фантазии художников о космосе, о покорении космоса, какие-то сюжеты, выдуманные, разумеется. Но это создает определенную атмосферу. Сама выставка очень интересная, потому что она такая многосоставная. Здесь представлена и живопись, и графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. Вы можете увидеть здесь шкатулки Палевские из фондов нашего Рязанского художественного музея. И еще буквально в последнюю минуту перед выставкой нам Центробанк, Рязанское отделение Центробанка предоставило коллекционные монеты, которые также посвящены и Циолковскому, и другим космонавтам, вообще покорителям космоса. Эту выставку сотрудники музея готовили долго. Часть экспонатов, пять картин и скульптуру предоставил Калужский музей изобразительного искусства. Еще часть – музей истории космонавтики из Калуги. И целую микровыставку «Владимир Бельский» с его частной коллекцией графики. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Футболисты Рязани провели один из главных для себя матчей в сезоне в Домодедово за выход в следующий раунд Кубка России. Они встретились с местным пересветом. Матч завершился совсем недавно. Подробности в нашем следующем сюжете. В то, что матч за Кубок России для Рязани один из важнейших в сезоне, Дмитрий Сережкин мог и не говорить. Все было ясно еще по матчу с Острогино, когда основному костяку команды дали возможность отдохнуть. И на поле в Домодедово вышел самый что ни на есть боевой состав. Если какой план на игру с пересветом и был, то на десятой минуте его пришлось срочно менять. За снос на сетке на арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Иван Кудряшов. Рязань она в синем стала добавлять прямо по ходу, но до перерыва сравнять счет так и не получилось. Понимая, что менять надо многое, в первую очередь прибавлять в движение, Дмитрий Сережкин в перерыве проводит сразу 4 замены. И в начале второго тайма рязанцы окончательно перехватывают инициативу. На 64-й минуте свой очередной момент упустил Вячеслав Пурак. Хозяева по схеме опустились еще ниже, уповая на редкие контратаки. На 75-й минуте после подачи углового и скидки партнера все тот же Пурак забил все-таки мяч ворота, но сделал это из положения вне игры. Счет не изменился. Еще один шанс рязанцы упустили на 83-й минуте. Щербаков пробил мимо ворот. В эти минуты преимущество рязанцев стало подавляющим. Нужен был нестандартный ход и сделал его вышедшим на замену Муслимба Мадгиреев. Крученным черпачком отправив мяч в сетку. 1-1. И когда казалось, что дело идет к серии пенальти, до конца матча оставалось по сути секунд 5. Пересвет все-таки поймал рязанцев на расслабленности. Безобидный навес в штрафную в гол превратил Михаил Погонин. В итоге 1-2. Очень досадный для Рязани вылет из кубка. Теперь остается только чемпионат, где за место в шестерке еще надо будет побороться. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин